Всем привет! Кто помнит, меня зовут Вета Базюк, и сегодня я расскажу вам о новом способе инвестиций в военное время. Итак, после того, как началась война, после того, как Россия напала на Украину, мы переехали в село. И первым делом, конечно, так как я люблю картошечку, мы купили несколько сеток картошек. Картошка попалась очень крутая, классная, такая большущая, ну как бы удобно её чистить. Но я её пекла в духовке, и она была супер вкусная, с домашним подсолнечным маслом. Пришла весна, мы купили специально для посадки. Картошку она какая-то никакая, не проросла достаточно, но мы посадили, как посадили. Потом же я увидела следующий мешок картошки, который ещё оставался той моей любимой. Вижу такие классные вот эти парустки, она пустила. Думаю, капец, ну ладно, садить не садить. Думаю, ладно, будем садить. Короче, я пожертвовала весь тот мешок любимой картошечки, которую нигде сейчас не найти. И вот она сейчас у меня здесь. Я её специально поэтому поливаю, потому что очень переживаю, чтобы она реально приумножилась. Потому что все, кто инвестирует, ожидают прибыль побольше. И я тоже. Так что вот такой вот способ инвестиций сейчас в военное время. Садить и надеяться, что получишь больше. Хотя с огородом это непросто. Особенно с рассадой мы вот только что посадили тоже перец, помидорки. Но они такие вялые эти, эти саженцы. Посмотрим, что получится. Но картошечку, любимую картоху, я берегу. И хорошо за ней ухаживаю, потому что надежда на неё колоссальная. Во-первых, хочется сохранить этот сорт, чтобы потом со временем засадить весь свой огород только таким сортом. Только большой, красивой, жёлтой, вкуснейшей картошкой. А не этой, такой, что разрезаешь, она синяя. Или сварила она синяя. Испёк она синяя. А вот эта, она просто сокровище. Так что такой вот способ вложений в военное время. И это, кстати, очень хорошо. Это не шутка, это серьёзное видео. Так что отнеситесь серьёзно. И если вы не можете ухаживать за картохой, садите деревья, орехи. Или просто ходите по лесу, собирайте всё, что можете собрать и продавать. Или кушайте то, что собрать. Короче, способ выживания номер один. Но у вас может быть свой. Ищите свой способ любимого продукта. И как-то его размножайте, короче. Пока. С вами была Вета Базюк. И лайфхаки военного времени. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...